МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Занесением на обновленную дошку гонору в области отримали 45 субъектов господарения. Сегодня у Гомеля отбился урочистый сход, присвященный Дню працы. Какими досягнениями гонорация в регионе доведались наши корреспонденты. Традиция занесения лепших предприятий на областную дошку гонору на передание Дня працы заявилась 10 годов тому. Это данина Пава и працанным коллективам за их штодионную пленную працу. Разом с тем тут и лепшие регионы по выниках социально-экономичного развития за минулый год. Все лето перемогу в своих номинациях отримали Мазырские, Нараулянские и Житковицкие районы. Это тот результат работы всей общей команды, как и промышленности, сельского хозяйства, особенно сельского хозяйства и всех остальных сфер. Просто сплоченная команда, которая выполняла свою работу без всякого натяра. Поэтому у нас сегодня задача стоит о том, чтобы удержать это первенство и далее. Мы над этим работаем. Я думаю, что результат должен быть. Перед початком расшистого схода гостям демонструется выстава, на якой представлены досягнение предприемства за опошние годы. Перамой и нашматлики в престижных международных конкурсах свешат, что нам с оправды и есть чем гонориться. Далее дзенни переходят в актовую залу областного культурного центра. Сирот присутных – представники розных галин народной господарки. Дипломы и посвящения в занесении на дошку гонору отримливают 45 субъектов господарения. У приватности сирот промысловых предприемств – Гомельский родезавод, химичный завод и Мазырсоль. Лепшее сельгазпредприемство – открытое акционерное товариство из тях родимой Туровщина, КСУП, Саугазкомбинат ЗАРА. До речи, опошние в списке переможцов находятся не в першиню, яка означает керавництва, перш за все добрые выники досягаются, дякую, что сгуртованности коллективу и зладженной праце. До того же необходимо не стоять на месте, а постоянно шукать резервы для новых досягнений. Тогда общий уровень ведения хозяйствования именно на селе, конечно, возрастет и, конечно, будет меньше проблем, а только будут результаты, потому что все-таки государство за последние годы, особенно за последние пять лет, очень много уложило в сельское хозяйство. Поэтому уже действительно настало время нам опродать те кредиты, авансы, которые были выданы в предыдущие годы. В минулом году промысловым комплексом региона выработали продукции на 9,5 миллиардов долларов. Коля 60% он укировывается на экспорт. Сирот гандлевых партнеров больше как 100 краин свету. Головная задача на перспективу – повеличивать объемы в творчестве, при снижении выдатков. Однако приоритетом повинны заставаться клопот о блюдях и оборона их прационных правов. Права трудящихся всегда защищались и защищаются в нашем государстве. Право на труд имеет каждый гражданин, в том числе и в Гумельской области. У нас очень четко работает система профсоюзов по защите прав трудящихся совместно с органами государственной власти. Сегодня все делается для того, чтобы простой человек, человек труда чувствовал себя комфортно в любой сфере. Дмитрий Котов, Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадо и компания «Гомель». Подарунком до дня працы гомельчанам стало открытие городских фонтанов. Сегодня для каждого фонтана разгорнулись концертные и выставочные пляцовки. Светкой открытия сезона в районах города стала Ганна Ковалева. Сезон фонтанов у Гомеля открыл один из самых молодых, размещены поблизу кинотеатра «Мира» в Новобелецком районе. Нынавито тут, ранее из-за инших, с устрела горожан пляцовка массовых отпочинку и узнялися увысь бруи воды. Побач с фонтаном разместили целую выставочную аллею, декоративно-прикладную творчести. Один наш фонтан находится в зоне отдыха пруды. Это фонтан с подсветкой, звукомузыкальной. И один фонтан, который мы открывали в канун дня города, это фонтан, на котором мы сегодня с вами находимся. Традиционно каждый год, в дню трудящихся, мы открываем наши фонтаны, запускаем для наших жителей, для того, чтобы люди приходили, могли отдохнуть, порадоваться. Эстафету у Новобелецкого района принял центральный. Тут сезон открыли для самого великого фонтана, размещанного каля Гомельского цирка. У отрознений Одновобелецкого района тут можно было увидеть, как готовые творческие работы, так и процесс их створения. А гуки бурливой воды дополнила живая музыка. Эта площадка вообще очень излюблена у гостей города и, конечно, у жителей города Гомеля. Здесь цветовая феерия, водная феерия, здесь такое прекрасное учреждение культуры, как Гомельский цирк. Здесь очень много молодежи, много мам с детьми. Конечно, мы пришли сюда, на самую главную площадку. Во унисон с центральным районом запустили фонтаны у Советским и Чаунышин. У каждого из них прошли концертные программы, где выступили лучшие творческие коллективы районов. Ни один из фонтанов города не был запущен со сбоями. На угол задолго до открытия сезона прошла их комплексная проверка и очистка. Затым отбылося несколько пробных запусков. У Сахово-областного центра запустили 9 фонтанов. Радовать граждан, гостей Гомеля, я не будуть до Кострышника. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Толярадо, Компания Гомель. Меж тым отпочивать на этих выходных будут не усе. Господарки региона протягиваются обу кукурузы. Подадзенных на сённях этой работы выполнены амаль на третье отведенных площадь. Всё лето под кукурузу в области выделено 325 тысяч гектаров. Со станом справ на палетках Брагинского района ознайомился Яуген Побалавец. На палях Брагинского района техника працует весь светловый день. Устиснутый час треба посеять кукурузу и предугледить полторагодовый запас кормовой базы. Як свержают специалисты, серьёзных пирожкот этому нема. Сегодня созданы все условия. Топливом хозяйство обеспечено запасными запчастями. Также хозяйство насчитывает 6 энергонасыщенных тракторов. На сегодняшний день они все в работе. Работаем без выходных, так как сегодня сроки посева кукурузы ограничены. Для этого стараются все умовы. Заработная плата налишивается по повышенной ставце. Техника працует маль без перепынку, сприяя и на дворье. Это дает надею на не адренную раджай кукурузы, а зимых и яровых культур. Прошлый год он был своеобразный по погодным условиям. Была серьёзная засуха, в том числе на территории Брагинского района и Гомельской области. С учётом погодных условий весны, конечно, они отличаются от прошлого года. И надежда есть, конечно, что мы соберём не 70% от уровня прошлого года. А я думаю, выйдем на хороший показатель, на показатели 2014 года, а то и надеемся на выше. Кукуруза посеяна на 16% площадь и аж 56% земли подрихтована до сяубы. Плануется, что агульная площадь под ГТМЭТ и складе коля 15 тысяч гектаров. Завешить сяубу кукурузу в Брагинском районе треба до 10 мая. Евген Побловец, Валерий Гапанько, телерадо, компания Гомель. До речи, на двор я на выходных по радужу хору региона. По прогнозу областного гидрометцентра, у ближайшие сутки чакается переменная воблачность, без опадков. Температура поветра складе от 1 до 5 тепла у ночи и от 13 до 18 градусов у дённые часы. У неделю 1 мая так само будет переважно без опадков, а ли у день местами махчимая короткочасовая дожджи на вольнице. Чакается у ночи до 9, у день до 21 градуса тепла. Подобный характер на двор я захаваецца и у понеделок 2 мая. До инших тем. Праблемное пытание же хорам региона допоможа вырошить зворот на прямую линию мясцовых органов улады. Яны протягивают свою работу по суботах. Завтра пытание можно задать наместнику старшини Аблвы Конкама Владимиру Владимировичу Горбачёву. Прамая линия будет працевать с 9 ранницы и до 12 годин. Нумер телефона у Гомелли 75 12 37. У гэты шас на пытанні гамельчан откажа наместник старшини Гарвы Конкама Сергей Яугенович Андреев. Нумер телефона прамой линии 75 63 33. А вось у дельники информацийно-пропагандыской акции «Гомельщина заздаровала джиття» уже отримали отказы специалистов на свои пытанні. У завершении акции у Гомельским городским центры гигиены и эпидемиологии отбывся круглый стол. Галунной темой для обмеркования стали наступства Чарнобыльской катастрофы. Специалисты центра рассказали, як ажицевляется у городе радиоцинно-гигиеничный контроль. Дарече, ни одно спрадприемство у Гомеле не выпуская харчовые товары с повышенным утрыманнем радонуклидау. Парушения норматива усустрякаются только у продукции подсобных господарок грамадян, а так само у дарах лесу. Медики больше говорили об профилактице захворваниях и здоровым ладзе життя. Что особливо важно в регионах, які у той-цей іншей ступени потерпели аднаступство аварии. Актуальна изостаеца проблема онкологии сшитопадобной залозы. Попожние годы колькасть захворылых трымается прикладно надным узровни. Дякуючи сучасным методам диагностики и лечения, амаль 100% пациентов позбавляються гэтэ хворобы. Одна со складающих поспеху у лечения – своечасовое звертання до урача. А кабу гэтым не было необходности, треба займаться профилактикой. Профилактика в нашей области самая простая. То есть, зная причину, знаем профилактику. То есть, морепродукты употреблять, продукты богатые йодом. То есть, это самое основное. И регулярно, конечно, обследоваться, вращаться, то есть, не запускать себя, следить за своим здоровьем. Актрисы областного драматичного театра Наталя Задорина и Александра Бычкова стали гостями проекта «Культурные люди». Свои питания им пришли задать студенты, коллеги и аматеры театрального мастерства. Диалог отрымался динамичным и конструктивным. Гости поделились творчими планами. Заразу областным драматичным театры рыхтуют новый сучасный погляд на классичный твор Ромео и Джульетта. В театрах она ставится обычно классическое, а здесь будет что-то такое совсем наоборот, совсем в другую сторону. Неизвестно, будет это понято, не понято, принято или не принято. Вот мы все ходим и думаем, нам интересно. Поэтому мы ждем премьеру, чтобы узнать, как зрители на это отреагируют. Сустречи в рамках проекта «Культурные люди» проходят раз в месяц. До этого гомельчане имели макшимость сустреться с режиссером Пятром Свярдловым, музычной группой «Light Sound» и дирижером Мурадом Асуилом. У ближайших планах запросить до диалога у библиотеки у меня Герцена представников ядомой церковой династии «Братов Запашных». Бенефестых, кто присвятил себе жанру акапелла. У Гомельским колледжам астатства у имя Соколовского отбылся сольный концерт народной хоровой капеллы «Дзяница» ГДУ имя Франциска Скарыны. Учаронный свет вокально-хорового астатства окунулся Сергей Негеревич. Народная хоровая капелла «Дзяница» створена у Гомельским университете имя Франциска Скарыны еще в 1988 году. С того часу я енезменный мастацкий керавник и дирижер Миколай Козлу. А вось состав дельника у стягам часу зведал шмат измен и обновлений. А пошний раз коллектив выступал у родным Гомеле в 2013 году. Тому тяперешний концерт падея особливо хвалюючая. Мы шли давно к сольному концерту и вот мы притворили сегодня этот день. Очень волнительно, потому что мы в прошлом году набрали молодежь, это студенты первого-второго курса. И, конечно, выйти, поднять всю эту программу вместе с ними и выйти на сцену с сольной программой. Но это, конечно, спасибо им за их титанический труд. Але с перших же выкананных творов стало зразумело. Хвалявания были даремные. Хор гучал милогучно и чисто, растворяющий слухачоу, прыгажосте эмоция капельных спевов. Прогучали духовные и классичные творы западных и русских композиторов. Особные блоки были присвечены светской и народной музыце. Яркими моментами выступления стали сольные номеры у выконания особных удельников коллективу. К ветке и шедрые аплодисменты, лепшее признание и подяга от слухачоу. Нам очень понравился концерт. Особенно звучание хорошее в зале. Зал прекрасный и очень слаженно, коллективно. Но очень хорошо. Все идет вперед. Все лучше и лучше. Прекрасный концерт, прекрасно поставлен репертуар. Очень приятно было видеть этот коллектив на сцене. Я уже не первый раз присутствую на таких концертах. И хочу сказать, что с каждым годом они лучше и лучше. Репертуар совершенствуется. Ребята все молодцы. Новый коллектив. Вливаются новые люди. И очень хороший костяк, который нам в протяжении многих лет стоит на этой сцене и радует нас новыми прекрасными произведениями. Сами веконаутцы и кировник коллектива так само не могли сховать задовольнение от удалого концерту. Я считаю удовольствием, супер, потому что пришли люди, те, кто это любит. И сегодня ребята отработали на 100%. Это лично мое мнение. Ну и мнение зрителей, которые получили, я считаю, сегодня большое удовольствие от этой вокально-хоровой музыки. До речи, сейчас рассматривается мягчимость организации еще одного концерта Дзянницы у Гомели на при конце мая. Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». ГТ и другие новости вы можете найти на нашем сайте у интернету по адресу www.tvrgomel.by. На ГТМ выпуск завершен. У студии работала Наталья Игнатенко. До новых встреч у эфира. Субтитры создавал DimaTorzok